так друзья здравствуйте мы с вами в такой импровизированной мастерской это беседка вот здесь мы прячемся от дождя и как сейчас идет снег то идет то не идет то тает то обратно минус 5 вот но пронизывающий холодный ветер что я сегодня вам покажу попробую показать так видно мне не видно вот он я тот самый помните тот самый ментхаузен была такая теперь это тот самый железо многие считают тоже меня чуть-чуть ментхаузен особенно первые годы сейчас когда десятки слета сюжета в разуме телевидения вплоть до московского телеканала культура уже желающих поиздеваться давно меньше стало так сегодняшняя тема это ножи прививочные покажу все что это итак начинаем заточки и знакомства с ножами ножи очень дорогие якобы такой уже стоит несколько тысяч сафронов подарил мне вот такой вот нож это для правшей когда для правшей объясняю у них заточка вот с этой стороны вот это это для правшей называется он примерно так фелко сейчас продажи таких вроде бы как бы и нету а импортная якобы стоит несколько тысяч брать не буду не знаю сколько вот супер нож германии сейчас мы дойдем до вот этого чуда вот оно чудо наш заводелка но какая итак вот здесь написано германии соленген ну нож уже не новый уже плохо видно на маркировку но в принципе вот он знакомьте с ним вот теперь сразу вначале повезет но якобы такой стоит может 10 может 15 тысяч опять же пока вы получите и не пришлютли обманку вот за эти же 10-15 тысяч и такое бывает теперь вот это вот обычный точильный камень естественно он очень 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 такой настолько бархатистый что и с ним надо работать когда вот допустим нож в отечественной купить рабочий суперочин его можно переточить вот я так делал но там нужно вначале камень погрубее а потом уже они тоже классифицируются а потом уже такой бархатистый теперь так сам принцип заточки для прошей вот я держу и точу но я еще привычка плюю на него вот в хорошем смысле плюю и провожу вот так вот смотрите еще раз заточка с этой стороны эта сторона небольшой скос имеет когда я это сделаю так немножечко буквально легонько легонько заусенец все равно бывает микро мы их не видим но они есть тогда с другой стороны но ровно не с наклона а ровно несколько раз аккуратно но это не все вспомним бродобреев самое лучшее тахильчик в мире это бродобреев попробуйте его наточить так чтобы легко и без боли аккуратно снимала щетину с мужской морды так вот как это делается есть еще заточка на самом обыкновенном ноже которым называется ой не ноже уже а на ремне который называется уже огурки мерзут померзшие кстати поморозил их прививая ранние прививки в течение десятков лет итак пойдем туда надеюсь вы увидите вот он нож висит ой ремень висит вот он кожаный ремень смотрите внимательно это все силы как может сильнее оттягивайте до предела у левой руки сколько есть сил столько оттягивайте чтобы он не прогибался и если меня слышно другой стороны но легонечко легонечко снимая за усеницы легонечко вот это ребята это было всегда так проверяю идет ли запись может уже стараюсь а запись идет ну-ка да идет теперь в моей жизни появился волшебник вот по совместительству мой друг и земляк только кто бы знал что до этого делал великолепно охотничьи ножи продавал как я считаю за счет от цены по 5 тысяч великолепно хоть и вдруг он однажды кто-то уже знает его Олега сыроватка значит однажды посмотрел очередной мой фильм и он увидел как я жалую что для левшей нет ножей для левшей для прошли хоть хреновенькие все ножи теперь делятся прошли годы с отечественными стала проблема вот а импортные ножи два варианта или дешевые но хреновенькие подделки часто бывают или отличные ножи вот такого типа вот этими две ножами сейчас Сергей поливает один затупился другой потом другой затупился потом сюда бегом на ремень и вдруг появляется Олег сыроватка по совместительству мой друг вот и великолепный слесарь и он делает вот такие ножи ну чтобы уже закончить заточкой вот это вот его передастная вот эта точилка сделана его руками естественно точить надо точно так же смотрите точно так же опять же только вот этой стороной под наклоном вот так ну вообще она должна лежать чтобы не дергаться не знаю видно или не видно вот это его работа но еще не все он мне подарил мало того что точилку пасту гоя паста гоя сейчас мы не будем на улице минус и ни черта не получится этой пастой надо намазывать вот эту поверхность и после того точилка будет работать еще лучше стоит она 200 рублей вот а вот такой скромный нож я считаю не скромный вот этот он стоит 3000 мне кажется мало но мы учитываем что у нас народ не богатый раз энтузиасты два вот если он будет дорогой то предпочтут ему какой-нибудь подешевле и опять угробит прививки как у нас принято вот сколько это людей жалуются ну плевая плевая не идет не идет начинаю спрашивать про нож вот он говорит ну как обыкновенный нож а что такое обыкновенный это заточка на две стороны и он уже не режет а елозит вот этот нож сегодня он вчера мне до этого если не ошибаюсь 4 ножа он сделал вчера он еще 10 ножей принес и того 14 это на всю страну вот и два ножа он сделал для левшей нет сделал три два ушли со свистом а третий застрял никто не хочет покупать это при том что по статистике левшей достаточно много в стране вот и все таки я надеюсь что его купят вот этот нож этот нож он он показать его как он режет я не могу я боюсь испортить картину то есть я должен взять его левой рукой вот а у меня левая совершенно мало того что когда-то сломана была она сильно уступает правой чувствительности и я знаю что это для левшей я могу а мне я люблю делать как одно движение ножа вот этими ножами я уже показывал такие фильмы были одно движение ножа косой срез готов вот а еще приноровиться надо даже если бы он был правше я мог бы сразу бы и не это то есть надо хотя бы несколько десятков лучше сотню и совет мой вот смотрите видите сколько снега и опять снег идет и еще будет идти время есть режете дикие ветки дикие тренируйте руку или длинный косой срез соотношение доли поперек размеры вот этой этого косого среза пять к одному шесть к одному или то же самое размеры те же но это может быть клин вот так теперь с этим посмотрели поговорили так вот для простых людей самый тонкий бархат бархатной такой поверхностью для продвинутых таких уже продано несколько штук вот изделие самого того же волшебника Олега Сароватка и стоит 200 рублей еще раз для правшей для левшей не важно 3000 и и бывают еще ножи для женщин как бы они чуть-чуть изященнее просто когда кто-то пишет ну я женщина мне бы для женщины то же самое но чуть-чуть изященнее вот так скажем вот ну вот еще я рассказал или не все не знаю я я решил еще ну какие еще от меня можно принять смотрите секатор да ему сто лет в обед будет так и я до сих пор работаю вот толстые ветки режет хорошо сейчас еще наточу когда закончу съемку будет еще лучше резать вот он как бы сказать с редуктором раз отпустил сильнее еще еще два три даже женщина может перерезать вот такие вот сучки вот этот момент чем мне нравятся эти старые ножи я еще больше залажал старые эти секаторы ну вот когда мне на день рождения подарили вот этот красивый все но уже не работает вот эта штука то есть все время у меня вот растопыренный я не могу его зафиксировать видите не могу раз второе грубоват и ветки режет но уже не такие толстые как вот это вроде бы все такое все одинаково конструкция одинаковая но или я устарел но этот нож этот секатор в моих руках работает лучше вот что еще интересно под рукой вот это лак мастика которую делает еще один волшебный художник ничего везет вокруг меня столько талантов я иногда даже думаю господи чувствую себя неполноценным перед тем же олегом сыроватка с его супер ножами вот эту вещь изобрел великолепную вещь мой друг долнатов Валерий Александрович вот лак мастика для залечивания ран при растрескивании коры для закрашивания срезок при обрезке плодовых деревьев отпугает грызунов он сильно этим ну как сказать нефти продуктами пахнет вот состав продукты нефтепереработки продукты природного происхождения вот это его работа великолепная вещь когда им пользуюсь если вы подойдете к любому дереву который сейчас обрезаю вот поворачивать не хочу вот жалко потому что так долго пристраивал чтобы все видно было вот рядом груша так монастырская и вот они черные торцы это моя работа не содержит фон вы 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 Продолжение следует...